Ехала деревня мимо мужика Встроенное звучание прозрачных дисконтов и насыщенных альтов делает шутливую песенку мини-спектаклем. Хоровое пение – это одна из наиболее массовых и доступных форм приобщения детей к музыке. Во время пения ребята учатся не только управлять своим голосом, но и приобретают важные вокально-хоровые навыки. Именно в хоре ребенок готов себя больше открывать, нежели когда он выступает индивидуально. Когда ребенок поет один, ему волнительно, страшно. Когда в коллективе этот страх проходит. Коллективы капеллы не раз становились лауреатами муниципальных фестивалей и областных конкурсов, достойно представляя школу и город. Если у ребенка есть желание учиться вокалу и музыке, то педагоги оценят его данные и при наличии способностей зачислят в коллектив. В хоровую капеллу принимаются мальчики с 6,5 лет. Если ваши мальчишки хорошо поют и хотят видеть себя на сцене, хотят быть конкурентоспособными в жизни, мы ждем и с удовольствием всему научим. В капелле педагоги занимаются комплексным развитием музыкальных способностей детей. Обучение включает в себя базовые теоретические дисциплины – сольфеджио, слушание музыки, музыкальную литературу. Вначале мальчишки разучивают детские песни и несложные русские народные. Но с каждым годом репертуар усложняется. Это формирует у ребят уверенность себе, открытость, развивает артикуляцию и силу голоса. В ходе взросления добавляются более серьезные классические произведения. И поскольку в Саровской капелле мальчиков есть дружеские связи с ветеранами военно-морского флота, мы также добавляем репертуар патриотические песни. Подарки ветеранов ВМФ, Андреевский флаг и картины с парусниками и регатами органично вписались в интерьер классов. Они напоминают ребятам о героических подвигах их предков, а все три хора капеллы носят названия, связанные с морской тематикой – «Кораблик», «Юнги», «Бригантина». Елена Грецкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.